На мой взгляд, никакой драматургии вообще не существует. Это фантом. Драматургия возникает каждый раз тогда, когда это нужно человеку, когда нужно автору. Но при этом, какой бы ты ни был авангардист, какой бы ты ни был постмодернист, все равно в основе всего лежит Аристотель. Я просто говорю с первых же дней. Я говорю, я вам сейчас открою секрет, тайну, главную тайну драматургии. Они с интересом напрягаются и слушают, думают, что я вам сейчас расскажу нечто такое, что сразу. А я вам говорю очень просто. Вы запомните три слова. И никогда не забывайте. Эти три слова поведут вас всю вашу жизнь по драматургии. Начало, середина, конец. Начало, середина, конец. Начало – очень сложная часть сценария. Иногда очень легко придумывается, очень эффектно начало, а потом иссякает. Кино начинает иссякать. Ты завязал всю историю, а история начинает буксовать, истощаться. По той простой причине, что непродумана была самая важная, самая главная, самая главная часть сценария – середина. Вот середина – это самое главное. Вот пройти середину, заложив уже в нее некие зерна финала, и ваше кино может состояться. Если не будет середины, оно рухнет. И финал. Финал – это удивительное совершенно событие, я бы даже сказал. Причем типы финалов есть самые разные. Открытый финал. Есть поразительные Чаплинские финалы. Помните «Огни Большого Города»? Финалы, которые оставляют тебя в недумении. И когда ты оказываешься за пределами этой истории, ты выходишь из нее с переживаниями по поводу того, что же будет с этими героями. Это такой открытый финал. А есть, наоборот, финал, который, особенно в криминальных драмах, который финал как разрешение всего драматургического построения. Типов финалов много. Я вообще считаю, что финал – это как целая наука. Вот начало, середина, конец. И дисциплины. Подчиняются определенным дисциплинам. Они очень несложные, эти постулаты этой дисциплины. Дело в том, что весь комплекс, повлиявший на изменения, как я вам говорил в начале, киноязыка, он повлиял очень и на драматургию. Если просто взять сценарий, скажем, 60-х годов и сценарий нынешний, вы увидите, какой гигантский разрыв, какое гигантское изменение. Но ведь исторически в кино есть два проклятия, исторических проклятий, от которых кино никогда не избавится. Одно проклятие – это построение сцены и эпизоды, а второе проклятие – это, не удивляйтесь, музыка. Как возникла музыка в кино? Вы знаете, конечно, да? «Не мою кино» показалось людям, тогдашним коммерсантам, показалось и справедливо, что «Не мою кино» смотреть скучно. И они взяли пианиста, посадили его перед экраном. Вот, скажем, великий композитор Шостакович был топером в молодости. Играл перед экраном, зарабатывал деньги. И вот эта музыка стала, значит, существовать отдельно от кино, от изображения. Так вот, это и есть то, почему музыка в кино. Она не сущная, она не является сущностью кино. Кино возникло без этого. Но, тем не менее, она так вросла в кинематограф, что стала не только его просто частью, она стала, имея свою драматургию тоже. Но это музыка, отложим ее в сторону. И также построение сцены. Ведь что такое, каким образом «Не мою кино» возникало? В России особенно. Оно возникало на основе театра. Первые «Не мои» картины, российские, это просто были заснятые на пленку театральные представления. Ну, они были на натуре, там все прочее. Но вместе с тем это все равно было в основе лежало театральное. Театр же ведь тоже был совершенно другой. Значит, вот вы сейчас приходите в театр, если ходите в театр. Вы ходите в театр? Ну, ведь хорошо. Значит, вы приходите в театр, занавеса нет, на сцене черти что, постмодернизм и так далее. Пьеса состоит максимум из двух действий сейчас. А тогда пьеса состояла из пяти действий. Когда писали Шекспир, Островский и прочие, пьеса насчитывала не меньше пяти действий. Каждое действие делилось. Поскольку нужно было для каждой новой сцены, там, допустим, переносящие зрителя из одного географического места в другое, из одного дома в другой, менять декорации, то нужно было для того, чтобы поменять декорации, нужно было закрыть занавес. И за это время, значит, из Москвы попадали в Ереван, а в следующей сцене из Еревана в Москву, там еще куда. Значит, и это все повлияло. Вот эти сцены, явления сцены, вот это деление пьесы на эти сцены, для переменной декорации и так далее, повлияло и на кино. И кино стало... Вот кино первое, оно было дробным. Оно состояло из эпизодов и сцен. Причем, вы этого не помните, это сейчас монтаж. Сейчас вообще черт, что творится в монтаже. Сейчас это неправильный монтаж, можно монтировать как хочешь. Но раньше, еще там, даже в 60-е годы, вот, скажем, нужно было вам, значит, этот эпизод заканчивается летом, а следующий начинается зимой. Сейчас вы совершенно спокойно берете и соединяете лето и зима. А как действие в пьесе, а внутри эпизода сцены. Вот сейчас вы даже этого не замечаете, может быть, задумайтесь после того, после моего разговора с вами. Задумайтесь. Сейчас это абсолютно интегрировано все. Сейчас очень трудно понять, где кончается один эпизод, начинается другой. Настолько клиповый монтаж, который ворвался в кинематограф и принес, надо сказать, много полезного, я в этом убежден. Много ерунды, но много и полезного. Вот этот монтаж, он по-новому организовал кино, ритм кино, организовывает по-новому. Вот этот клиповый монтаж, он, безусловно, смешал и понятие сцен, и поэтому драматургия сама по себе стала тоже подчинена вот этому движению времени. Ну вот я вам так вкратце рассказал то, что мне казалось, кажется, могло бы вас заинтересовать, как людей, если вы действительно собираетесь этим заниматься, с этим делал, значит, главное резюме моего выступления. Кино – живое существо, абсолютно живое существо, со своими фобиями, со своими традициями, со своим сознанием и подсознанием. И человек, вступающий в кино, он должен проникнуться им, абсолютно вот стать фанатиком этого. Много сейчас разных людей в кино, особенно, особенно, вот я вам еще немного скажу. Сейчас наша сценарная профессия в России переживает период такой катастрофы, которой не было никогда. И во многом это объясняется той агрессией, которая осуществляет телевизионное кино, телесериалы. И хотя я сам занят тем, что пишу два телесериала, довольно безуспешно, тем не менее, это агрессия, которая поменяла очень многое, которое развращает, ну, актеров развращает, развращает, масса случайных людей появляется, но она и так же влияет на кинодраматургию. Она понижает уровень кинодраматургии, потому что телевизионное кино со всем количеством каналов, с их этим самым алчностью и прочим, и прочим, это такой молох, знаете, да, бог молох, который питался человеческим мясом, и ему, всегда его было мало, ему постоянно, постоянно поставляли новые, все новые, новые, кровавые жертвы. Вот телевизионное кино, это молох, которому все время нужно, 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 нужно мясо, мясо, мясо. И поэтому вот эта быстрота, с которой осуществляется работа этого конвейера, небрежность, забвение тех самых доконов, о котором я говорил, это очень сильно влияет и понижает уровень уровень кинодраматургии, к сожалению. Но вместе с тем, вместе с тем, тем не менее, кино существует, существовать будет, и мне, я бы хотел, что, если вы будете смотреть кино, вы вспомните о том, чем я вам говорил. Теперь скажите, пожалуйста, может, у вас есть какие-нибудь вопросы ко мне, то я говорю, 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 я вам надоел что-нибудь. Да. Выдающийся режиссер, да, могу вам сказать. Ну, это, это мой вкус. Да. Это мой вкус. Я очень люблю, есть братья, в кино есть братья, да. Я очень люблю братьев Коэн, считаю их замечательнейшими режиссерами, и каждый раз, каждая их новая картина, для меня всегда это подарок. Я очень люблю других братьев, совершенно других, и совершенно других режиссеров. Это братья Дарден, вот, кого я считаю. Ну, вечный любимец мой, конечно, это, Господи, Боже, выскочил мне с головы, американский, ну, вы знаете, Барселона, Вика Берсона. А, Вуди Аллен. Вуди Аллен. Каждая новая картина Вуди Аллена, это, замечательно, очень люблю. Не знаю, не думайте, что я не скажу про свою страну, что-нибудь скажу. Значит, есть режиссеры, которых я просто не знаю. Я не могу, возникают все время какие-то очень серьезные и интересные таланты, но я говорю, вот, тех, которых, так, более-менее мне близки. братья Коэны, это Америка, Дардены, если я не ошибаюсь, Бельгия. Кто же еще? Ну, там, скажем, такую невероятную революцию в кино совершил режиссер, который, как всегда, бывает в революции, она начинает себя, потом сама себя уничтожить. Тарантино, безусловно, безусловно. Его первое, его криминальное чтило великая картина, на мой взгляд, великая картина, потому что еще, кроме своих, потому что она сделана блестяще, кроме всего прочего, это был бунт в Голливуде. Это был бунт против той, той, уже абсолютно овладевшей Голливудом массовой культуры, массового кино. Вот Тарантино, мне кажется, вот, но, к сожалению, потом дальше, все это убить Билла, я уже, честно говоря, смотреть не могу. Не знаю, как вы. В России, в России есть несколько режимов, очень сложная тоже у нас жизнь, я не буду сейчас особенно по этому поводу вам говорить, потому что мы, к сожалению, стоим перед, в общем, новым возвращением цензуры, увы, и поэтому жизнь наша усложняется, но цензура еще двойная, даже не идеологическая, а цензура экономическая. все это, что касается финансирования кино, находится в ужасном совершенно состоянии, несправедливости и прочее, и прочее. Поэтому очень трудно, но есть режиссеры, такой был, волна такая была режиссеров, это Хлебников, Попогребский, пособные ребята, но они уже тоже не младли, там этот самый еще, вот, кто-то, Овсянок снимал, кто это, как его там, забыл, говорят, снял очень хорошую картину сейчас, но это тоже уже не юные режиссеры, уже новые на смену мы идут, несут, наши ученики, вот, появится там картина, недавно уже снимается такая Нигина Сайфуваева, наша выпускница, ее запустил продюсер Толстунов, такой у нас есть известный продюсер, который работал с Гай Германика, и вы, знаете, он, собственно, а? Толстунов, значит, вот он запустил эту самую Нигину, сценарий ей написала такая писательница у нас, у нас существует очень интересное одно явление в Москве, театр ДОК, может кто-нибудь из вас слышал, нет, наверное, не слышал, слышали, театр ДОК, вокруг него группируется, вокруг него группируется компания молодых и очень способных ребят, вот наш ученик такой, Сандрик Родионов, написавший сценарии, все сценарии Хлебникова и написавший, кстати, все умрут, а я останусь, это тоже его сценарий, вот они вокруг этого ДОКа, я бываю там иногда, потому что там наша ученица ставит, как режиссер, я там бываю, вот они, от этого тоже в кино пошло многое, от этого театра ДОКа, от театра факта, непосредственного, непосредственно, натурального изображения жизни, от этого пошло, это такое, и есть кино ДОК, вот, значит, это, вот это, это направление такое кинематографическое, которое мне очень симпатично, ну и, а? Не слышал? Серебренников, вы знаете, я его, как вам сказать, я сейчас вам скажу уже так откровенно, я не люблю театральных режиссеров в кино, я настолько кинематографист, что у меня есть свои, возможно, ошибочные, а? Вот я говорю, я не люблю театральных режиссеров в кино, человек, наверняка, одаренный, вот это смешно, но я не очень большой его поклонник, не очень, ну вот из таких абсолютных кинематографистов, вот тот же Коля Хаммерики, его последняя картина, я ее смотрел в Карла Хварах, так надо сказать, никому не понравилась, кроме меня, но это не умаляет ее достоинства, это Баверанг сердца, если вы, может, кто-то не раз видел, это вот абсолютнейшее кино, абсолютнейшее кино, и в сценарии заложено, и в изображении, и во всем монтаже, абсолютно, ну, недавно я смотрел картину великого режиссера и моего товарища, который, которого не так давно я хоронил, ну, не я один, естественно, хранили многие, мы хоронили его в Петербурге, это Алексей Юрьевич Герман, который, может, вы слышали об этом, это уникальное событие, в течение 12 лет снимал картину под названием «Трудно быть Богом», и в марте, по-моему, месяце его жена, ну, вдова Светлана Кармолита и его сын, которого вы знаете, тоже режиссер Алексей Герман-младший, лауреат Венецианского фестиваля, они привезли эту картину в Москву, и мы смотрели ее, но она совершенно не готова к такому, она не завершена не завершена вот технически там, со звуком и вот Кармолита жена Алеши и автор сценария, она читала текст через микрофон, но это поразившее меня кинематографическое событие, на мой взгляд. Это такой мощи на происход... Это, как вам сказать, документально снятый апокалипсис. Вот просто как взял, знаете, как снимает? Репортаж, да, вот пришел, человек снимает репортаж, застав врасплох, врасплох ту жизнь, которую ему нужно представить там в качестве сюжета на телевидении. Вот это застегнутый врасплох и при этом это все сделано. И как это сделано? И как это сделано? Какие там лица, персонажи? Какое вообще это придумано такое кишение, постоянно непрекращающееся кишение? И очень хорошо играет главную роль актер Ермольник, надо сказать. Вот это выдающееся событие. Не знаю, если вы увидите его, понравится ли вам и вообще увидите ли вы ее? Совершенно не убежден, что у нее будет фестивальная судьба, хотя наверняка на фестивале она, конечно, просто так много связана с этой картиной, что она наверняка на фестивале окажется, но совершенно не факт, что она будет там призером. Но это, на мой взгляд, вот такой, это в некотором смысле завершение целой эпохи кинематографа и доказательство, что кинематограф есть абсолютно своеобразная, абсолютно удивительное искусство. Вот это могу вам рассказать. Еще какие вопросы? Есть? Спрашивайте. Можно узнать еще из восточных стран, то есть восточное кино? Ну, восточное кино невероятной силой, да, но их там же много стран, это и Корея южная, вы знаете, этих режиссеров, на них уже лучше меня, это и турки, это и Иран, так что это очень сильный Китай, Китай, я очень люблю все это кино, но оно, в нем есть некоторая отдельность все-таки, есть все-таки такая, какая-то, не то чтобы герметичность, но вместе это очень своеобразный путь, очень своеобразный путь, хотя многие должны, вот сказать, вот иранский режиссер, он сейчас был председателем жюри московского фестиваля, Да, 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 он живет в Лондоне, многие живут там, кто-то во Франции живет, ну, по силу обстоятельств политических частей, но вместе с тем, да, это очень, ну, у нас, кстати, у нас, уже не у нас, у бывших, бывшего у нас, ну, Киргизия, есть очень талантливые режиссеры, там, в Казахстане, молодые ребята, я часто бываю в Казахстане, сделал там картину, такую, которая называется «Подарок Сталину», в Казахстане с режиссером Рустамом Абдрашевым, очень талантливый режиссер, и там вообще есть такая плеяда молодых ребят, очень талантливый, вообще, Казахстан всегда был кинематографической республикой, Казахстан и Киргизия всегда были кинематографическими, как Грузия, как и Армения, там, в меньшей степени Узбекистан, в меньшей степени Таджикистан, а вот эти были очень кинематографические территории, и, хотя, невиданно трудно всем, никогда, нам было трудно, когда мы молодые, пробиться, по той простой причине, что, во-первых, ну, еще в те, в советские времена, потому что кино было гораздо более ограничено и по количеству картин, и идеологически оно было очень ограничено, нам было очень трудно пробиться, но сейчас пробиваются, нам было трудно пробиться не потому, что нужно было доставать деньги, а сейчас это главное, сейчас это главное, вот это, это постоянно, вот у меня в Грузии ребята, ученики, которые стонут от того, что не могут, да и у вас ведь тоже, ведь, между прочим, не сахар, как я знаю, поскольку, здесь мои ученики, это всюду трудно, всюду трудно, кинематограф переживает очень трудный драматический период, так что, не хочу вас пугать, но особенно стремиться к нам не надо, но если захотите, что ж. А вот наш труд интересуется, почему вы не любите киномузыку? Я не люблю киномузыку, я люблю киномузыку, я, наоборот, Нину Ротыч обожаю, и Морикона, и так далее, и великий композитор, и великая музыка Прокофьева, она, ну, музыка Прокофьева, скажем, да, она существует абсолютно отдельно, вот Иван Грозный, гениальный кусок, там есть этот самый танец, по боярам сгуляли топоры, цветной кусок в Иване Грозного второй серии, да, замечательный все, но просто это скорее теоретично, ну, конечно, как смешно, это глупо, это все равно, что, знаете, как было такое движение лудитов в Англии в 17-м, что ли, веке, когда разбивали станки, когда пытались противостоять прогрессу, появлению станков на предприятии, разбивали станки, думаю, что этим они остановят промышленное производство, это было бы глупо, если сейчас бы я ходил и говорил, музыки не надо вообще, но вот, скажем, мой друг очень, близкий и замечательный кинорежиссер, живущий в городе Париже, Атара Селиани, вот он разделяет со мной, он никогда абсолютно не пользуется, при том, что он удивительно музыкален, сам, и играет, и музыкально музыкально, но у него всегда музыка органична, это музыка мира, в котором он в этот момент существует, а вот эти все саундтреки, особенно, ведь вам нужно смотреть, вот эти саундтреки, мы просто пытаемся выбить из своих учеников, вот эти все, вот это саундтречество, когда картина кончается, кончается, значит, абсолютно ни к сему, ни к городу, может быть, довольно милой какой-то, значит, песенкой, но это все, вот это, это мода, но, об этом и даже говорить-то не стоит, но музыка, музыка, скажем, представить себе крестный отец без музыки невозможно, невозможно, и вместе с тем, просто теоретически, теоретически, кино должно обходиться без музыки, на мой взгляд, потому что, опять же, в этом заложен некий элемент спекуляции, можно, вы попробуйте взять и посмотреть без музыки, вы поймете, как сразу рухнет кино, вот если оно рухнет, значит, оно плохое, а с кино, а с музыкой, оно съедается, это все очень просто, вот поэтому я, я не то, что не люблю, я вот так, я так к этому отношусь, да, конечно, конечно, ну, «Ночи Кобирии» довольно сложно назвать комедией, нет, вы знаете, во-первых, комический элемент присутствует в любом произведении и должен, комический, если вы откроете трагедии Шекспира, вы увидите там много смешного, комический элемент необходим, дело в том, что я даже не знаю такое кино, которое бы все время не заставляло бы смеяться в какой-то момент, комический элемент необходим, чистая комедия это очень сложный жанр, на мой взгляд, вообще, вот я, понаписав огромное количество сценариев, признаюсь, что единственное, что я не мог бы написать, это написать комедию, я не знаю, в чем тайна смеха, вот не дано мне это, я могу там, может получиться, что какая-то реплика вызывает смех, такое часто бывало, даже, я не рассчитывал на этот смех, она вызывает смех, психология, вообще, надо всегда понять, что такое психология зрителя, это очень, я, например, в чем психология бывает разная, я был, как когда-то на Кубе, на фестивале в Гаване, и там показывали страшные трагедии, на фестивале, а все смеются в зале, но трагедии не кубинского происхождения, а какого-то европейского, у них свое представление о смешном, вот там человека поэтому очень сложно вообще, но комедия как такова, если взять, вот вы говорите, бриллиантовая рука, я не очень большой поклонник Гайдая вообще, должен сказать, это немножко преувеличенно, сейчас он стал почему-то гением, немножко все преувеличенно, хотя смешно, действительно, смешно, и бывает смешно, и смешно, и Иван Васильевич меняет профессию смешную, ну там и Булгаков все-таки кое-какое вложил в это дело, поэтому, но комедия, видите, тут очень странно, Чехов называл все свои пьесы комедиями, хотя уж до такой степени ничего смешного, нету ни в Чайке, ни в этом самом, ни в Вишневом саде, где у него застреливаются, в Чайке застреливаются, там где-то еще, в Иванове застреливаются, по всей вероятности, я однажды подумал, что может он называл это комедией, потому что ему казалось, что вообще все, что происходит с человеком, перед Богом, это все только лишь комедия, знаете, как человеческая комедия, Бальзак написал, но комедии, комедии такие, такие абсолютно чистые комедии, бывают же комедии разные, комедии положения, комедия, там чисто ситуации, комедия, бывает водевиль, что тоже, кстати, очень интересный жанр, как и на театре, так и в кино, я, честно говоря, не очень большой специалист, но можно ли раскрыть психологию, конечно, конечно, ну вот вы скажем, Булгаков, которого я, я понимаю, что я говорю крамольную вещь, но я его гораздо больше люблю, как драматурга, Булгаков, ведь трагедия же, не Трубиных, да, трагедия, а в ней существует персонаж, наш под названием Лориосик, который говорит в свою великую фразу, не целуйтесь, меня тошнит, и это превращается, это мир не существует, вы сами посмотрите свою жизнь, наша жизнь, по большей части, по большей части, драматично, но если бы у нас не было чувства юрма, мы бы погибли, вот так же и комедия, она не может, драматургия не может существовать без этого, и, естественно, раскрытие человеческой психологии, человеческого существования через комические положения от абсолютно прерогатива и дела кинематографа, тоже, как и психологической драме.